Друзья, всем привет! Новый день, сейчас у нас утро, и я запланировала уже определенные дела, которые предстоит сегодня сделать, дела делать, да? Выполнить, давайте так скажем. Вот, и кое-что я вам покажу, то есть то, чем я буду сегодня заниматься. Значит, на улице у нас погода нелетная, то есть идет дождь, уже несколько дней идет, но нам все равно нужно съездить в магазин, купить кошкам корм. Корм у меня заканчивается. Да, так, покажу, может быть, что-то еще куплю помимо корма, не знаю. Далее, на сегодня мне нужно позаниматься с цветами. После обеда мне нужно будет готовить, потому что холодильник пустой. На обед мы сегодня все подъедим, надо думать уже о завтрашнем дне. В общем, что-нибудь на пеку, что-нибудь такое легкое, незамороченное, как говорится. Вот, и буду готовить обед на завтра уже. Тоже покажу. Так, присела на диванчик, так удобнее с вами болтать. Так, девчонки, вы меня спрашивали, чем я пользуюсь для укладки волос, и как я делаю вот такую прическу. Значит, смотрите, я когда подстриглась, это уже было какое-то время назад, мастер мне сказала, приобретите какое-то средство для завитка, для эффекта мокрых волос, и с помощью этого средства укладывайте, значит, свои волосы. Сейчас, кстати, в тренде вот такой лирический беспорядок на волосах, эффект мокрых волос возвращается, вот, легкая волна сейчас в моде, и гладкие волосы, выпрямленные, да, уже отходят. Поэтому, значит, смотрите, у Фаберлик я заказывала вот это средство для усиления завитка, я вам его уже показывала, здесь половинка тюбика осталась, и я вот им сейчас активно пользуюсь. Значит, во-первых, из этой же серии у них очень хороший шампунь, тоже флакончик вот такой же, розовый, забыла вам принести, в ванной стоит. Вот, ну, в общем, если что, найдете. В общем, я тем шампунем мою, тоже он для курчавых и для вьющихся волос, а укладываю вот с помощью вот этого геля. Значит, небольшое количество я выдавливаю на руки, вот так растираю, вот, и наношу на волосы, и потом начинаю волосы вот таким образом, вот так делать. То есть, вниз не тяну, а наоборот тяну кверху, вот так. И немножечко вот так придерживаю, и концы тоже. Вот, то есть, формирую завитки. Значит, и потом беру щетку тоже от Фаберлик, вот такая вот щеточка, вот она, она широкая. И с помощью расчески этой, значит, тоже делаю вот такие движения. То есть, создаю объем, не причесываясь вот так, да, а наоборот, немножечко вот так делаю по волосам. Сейчас я буду, конечно, лохматая. Вот, в общем, вот таким образом. И все. И я уже, значит, не пользуюсь дальше расческой. То есть, вот как я создала вот такой объем, так я на волосах и оставляю. И мне очень нравится, мне кажется, вот такая, именно вот такая стрижка или укладка, как это правильно назвать. Во-первых, она очень легкая, да, ничего тут не надо особенно каждый завиток подкручивать. Вот, и она молодит, как мне кажется. По крайней мере, мне вот сейчас очень нравится вот то, что у меня на голове. Ну, у каждого вкус разный, понятное дело. Так, и, значит, коль я уже о Фаберлик заговорила, мне пришел заказик. Я вам сейчас быстренько все покажу. Здесь не только мне, но и опять мама заказала, сын заказали. В общем, давайте я вам быстро покажу. Шампунь из серии Эксперт мне очень понравился. Я уже все шампуни перепробовала из этой серии. В этот раз я заказала, значит, вот в белом флаконе. Это шампунь для восстановления волос церамидами. У меня немножко-немножко начали выпадать волосы, ну, больше, чем положено. Конечно, ситуация не такая мрачная, как после ковида, когда у меня волосы сыпались. Кошмарно, что я только не делала, но поборолась с этим. Вот. Сейчас тоже начали сыпаться волосы побольше, больше нормы. Но я связываю это со стрессом. Стресс, который сейчас вот присутствует, витает в воздухе. Вот. И вот этот стресс на мои волосы, конечно, всегда очень сильно влияет. Вот. Поэтому вот я вот такой шампунь заказала. Вот такой вот, смотрите. Для глубокого восстановления волос. Надеюсь, поможет. А это шампунь вместе с кондиционером. Два в одном в сером флаконе. У него есть там объем поменьше на сайте. Я взяла большой. Этот шампунь особенно нравится вот старшему сыну. Я для него специально заказала. Вот. Но он не мужской. Он универсальный. Так. Далее. Значит. Средства для очищения ванной комнаты. Это для мамы. С эффектом белизны. Очень хорошее средство. Можно чистить ванны любые. Чугунные, акриловые, стальные. Душевые кабины можно очищать. Очень хорошо удаляет изысковый налет. Вот. Девчонки. Я активно сама пользуюсь этим средством. Вот. Ну а этот заказ к маме уйдет. И, в общем-то, и вам советую тоже воспользоваться. Потому что оно недорогое, но и оно эффективное. Оно очищает прям вот моментально. И причем даже я краны чищу этим средством. Краны блестят просто. Блестят и сияют. Правда? Правда. Так, это пена кислородная. Мужчины, обратите внимание и скажите вашим женам, чтобы они вам в Фаберлик заказали вот такую пену для бритья. А потом будете меня вспоминать. Пена действительно для бритья очень хорошая. По крайней мере, муж так говорит. Я не пользовалась. Не знаю. Вот. Ультракондиционер для белья. Новый для меня запах. Значит, смотрите, как красиво написано. Аромат. Теплый аромат. Цветущего побережья с аккордами фрезии, нимфеи и сандала. Написано так красиво, как вкусно, да? Вот. Очень хороший кондиционер. Как вы знаете, я его применяю не только для стирки белья, но и добавляю в воду при мытье полов, чтобы создать очень приятный аромат в помещении. И также, значит, я кондиционер наливаю в маленький распылитель и распыляю по шторам, по текстилю домашнему. Тоже для создания хорошего аромата. Вот. Попробуйте, кстати, так тоже делать. Вот. И можно даже при глажке белья слегка-слегка кондиционер наносить на белье, которое вы гладите, но предварительно смешав, конечно, с водой. Вот. Тоже очень хорошо. Так. Повторяю заказ вот на это средство. Оно мне очень понравилось. Очень даже. Это мощь и средство для полов и стен, но оно для всего подходит. Это хорошо для тех, у кого есть домашние животные. Кошки, собаки, обезьяны, может быть, крокодилы и так далее. Вот. Хорошо убирать запахи, лотки можно мыть, полы, стены. Ну, что хотите, то и мойте. Под мисками хорошо мыть, потому что вечно кошки мои там корм просыпят. Все это мимо, мимо рта у них сыпется. Конечно, приходится все это мыть. Вот. И средство хорошее с запахом лаванды. И главное, оно безопасно для животных. Его не надо смывать, не оставляет разводов. Легкий запах лаванды присутствует. Очень хорошее средство. Советую. Действительно советую, у кого есть в доме кошки. Вы увидите, насколько просто, ну, чище станет, что ли, когда вы беретесь вот с этим средством. Да, на самом деле. Так, это дезодорант, антиперспирант. Это сын заказал. Так, не знаю, тут бледненько будет, видно, не будет. Вот. Я уж и так функцию включила, демонстрация товара, и стараюсь, чтобы вы рассмотрели рисуночек, но не знаю, будет ли видно. Вот. Значит, сын заказывает у меня вот такие штуки, потому что он работает в банке, соответственно, ему нужно иметь хороший внешний вид и чувствовать себя уверенно. И поэтому он вот такие вот, поэтому он мне заказывает иногда вот у Фаберлик, он их тоже хвалит. Защита 48 часов и не имеет такого сильного запаха. То есть вот этот перспирант можно использовать совместно с своей туалетной водой, допустим, с любимой. Так, далее. Каждые три месяца, напоминаю, нам нужно менять зубные щетки, что я, в общем-то, и делаю. Вот. Заказала вот такие силиконовые щетки разного цвета. Там еще желтенькие, по-моему, есть. Вот. Очень хорошие щетки. Очень. Я не знаю, вот вы встречали в продаже силиконовые щетки? Я что-то внимания не обращала. А вот у Фаберлик они есть. Они недорогие. И им очень приятно пользоваться. Они не травмируют десны. Вот. И вообще щетки суперские, классные. Так, дальше. Из полезных продуктов. Вот такая правильная соль, уэльская называется. У Фаберлик несколько видов соли. Вот в таких вот очень удобных флакончиках. Как она называется-то? Ну, вот в крышечке дырочки вот такие вот есть. Видите? Вот. Разные дырочки. Вот. То есть, как... Как перечницы мы пользуемся. Так же вот этой вот солонка. Солонка, да. Вот. Значит, вот в этой соли понижено содержание натрия. На 30% его тут меньше. Поэтому, если у вас, допустим, повышенное давление, вы следите за своим давлением и вам нельзя много соли употреблять, да, то вот вы можете заказать вот такую соль. Да, для здоровья она очень полезна. Далее. Зубная паста с лечебным эффектом для укрепления дёсен. Очень хорошая паста. В составе есть, кстати, кальций, который реставрирует повреждённую маль на зубах. И есть различные добавки, которые... Которые устраняют воспаление дёсен, устраняют кровоточивость дёсен. Так, девчонки, вы меня спрашиваете, каким тоном я пользуюсь и какой краской я пользуюсь. В основном сейчас я перешла на краски от Фаберлик. Они для моих волос безвредны. Они дают очень хороший глубокий цвет. На моём блонде абсолютно от этих красок нет желтизны. Я даже не покупаю никакие шампуни с синим пигментом для устранения жёлтого оттенка. Вот. Раньше был мой любимый цвет 10.01. Вот. А сейчас я немножечко перешла на восьмёрку и на девятку. Сейчас на мне вот бежевый. Восьмёрка. Не помню, какой там цвет. 8.3, что ли. Тоже от Фаберлик. Вот. А в этот раз я заказала 9.31. Этот цвет шампань. Вот. Там очень хороший выбор оттенков. И шатенки могут, и брюнетки найти себе подходящий цвет. Краска действительно очень хорошая. И внутри мне нравится, что вот они кладут вот такой бальзамчик. После окрашивания я наношу. Он, во-первых, пахнет вот как в дорогом салоне. Запах обалденный. Я его на два раза иногда даже делю. Вот. И вообще краски на мои волосы хватает на два раза. Вот. Вроде бы вот такой тюбик маленький, да? Но на два раза мне хватает, правда. Так. Что ещё? Значит, из вкусненького чай. Чай апельсиновые тропики с каркаде и эхинацеей. Это для заваривания в пакетиках. Вот. И землянично-медовый иван-чай саган-дайля. Я уже не первый раз эти чаи заказывала. Очень вкусные. Так. Заказала кофе в этот раз себе вот такой растворимый. Вместе с молотым он здесь перемешан. Добрый день называется кофе. В этот раз отсутствовал кофе в зёрнах. Поэтому сегодня я поеду в магазин, и мне надо купить кофе в зёрнах. Вот. Надо записать себе, что мне нужен кофе в зёрнах. Да. Вот. Далее. Значит, мыло. Мыло ручной работы. Очень вкусно пахнет. Значит, это с запахом дыни, а это клубничка. Запах! Обалденный просто. Вот этим мылом очень приятно пользоваться. Пенится хорошо. Хорошо даже ароматизирует. Вот оно лежит в мыльнице, да. И аромат, прям вот на всю ванную комнату от этого мыла. А ещё можно это мыло добавить в постельное бельё. В шкафчик. И у вас ваши вещи тоже будут очень приятно пахнуть. Вот. Вспомните. Так делали раньше, даже в советские времена. Покупали мыло. Я помню, земляничное мыло покупали чаще всего. И клали в шкаф. Вы делали так, кстати? Вот. А я делаю до сих пор. Да. Я делаю это до сих пор. Так. Девчонки. Девчонки. Значит, я себе трусики ноги заказала у Фаберлик. Просто обалденное нижнее бельё. Обалденное. Вот другого слова я не подберу. Удобное бельё. Вот. Я не буду их вам раскрывать. За это могут заблокировать. Я вам просто покажу цвет. Значит, цвет. Цвет вот такой. Очень красивый цвет. Такой бежевый, что ли. И по бокам у трусиков, значит, вот такие кружавчики. Вставочка. Сейчас покажу. Вот. Кружевная вставочка. Очень красивая. Трусики с завышенной талией. Значит, такой тип нижнего белья. Особенно хорошо тем, у кого есть животик. Потому что подтягивает очень хорошо. Вот. Значит, нижнее бельё. Вот это. Незаметно. Под одеждой. Абсолютно. Перцвет очень красивый. И на ощупь как шёлк. Вот. Очень комфортное бельё нижнее. Правда. Девчонки, девчонки, посмотрите каталог у Фаберлик. Именно вот нижнее бельё. Может быть, пора себе что-то новое прикупить. Побаловать себя. Вы же, девчонки, знаете, да, что когда вы надеваете хорошее, удобное нижнее бельё, то у вас повышается самооценка. Если вы ещё до сих пор не проверяли на себе, проверьте. Хотя это нижнее бельё вроде бы никто не видит, кроме вас, да. Вот. Но вы себя будете чувствовать более уверенно. Да. Да. Так. Значит. Биогель. В общем, с нижнего белья перехожу на бытовуху. Такое бывает. Биогель, это мама заказала для туалета. Такая штука хорошая. Главное, очень приятно тоже им очищать санузел, так скажем. Потому что потом запах хвои. Ой, скоро же Новый год, уже хочется запаха хвои чувствовать. Правда. Вот такой гель. Так. Дальше. Вот эту серию беру впервые. Это гель для душа. Я выбрала Таиланд. А там есть по экзотическим странам названия разные. Там, по-моему, Индонезия или Бали. Там ещё что-то, ещё что-то. В общем, зайдите на сайт, посмотрите. Вот. Ну, Таиланд мне ближе. Я по нему скучаю. Скучаю по запаху кокоса. А запах здесь прям действительно, вот прям настоящий кокос. Вот эти гели для душа пенятся просто очень хорошо. Их даже не только можно как гель для душа использовать, да. Он даёт вообще-то обильную пену. Но даже как и пена для ванны. Да. Тоже можно добавлять. И будет хорошая-хорошая пена. Так. Ну, конечно, таблетки для посудомоечной машины. Это обязательная покупка. Обязательная просто. И, девчонки, мальчишки, каталог новый. Вот так он выглядит. Фаберлик отмечает 25-летие со дня создания. И сейчас очень щедрые подарки, скидки, акции в связи вот с таким, ну, юбилеем, да. Вот. Поэтому, кто ещё не зарегистрировался, девчонки, ссылка будет внизу. По ней проходите, регистрируйтесь там. Не сложно. При регистрации там код, по-моему, некоторым приходит. Если у вас проблема будет с кодом, я вам помогу. Напишите мне, что мне не приходит код. Я никак не могу зарегистрироваться. Я вам этот код вышлю. Вот. У меня есть такая возможность. Так что я с регистрацией могу вам помочь. И для, значит, для новых покупателей здесь вот в подарок туалетная вода на выбор за 1 рубль. И акции для новых покупателей с 24 октября по 13 ноября. Вот. И, значит, напоминаю, тот, кто зарегистрируется, для вас цена будет на 20% ниже, чем вот в каталоге или на сайте. То есть на сайте одна цена, а для зарегистрированных покупателей цена на 20% ниже. Поэтому, девочки, регистрируйтесь. Регистрируйтесь. Здесь в этот раз и новиночки есть среди одежды, среди там косметики. Ну, в общем, каталог очень интересный. В следующем каталоге наверняка даже будет и новогодняя тематика. Может, вам подарочки понадобятся к Новому году уже. Можно задумываться заранее, да. Время еще есть. Для тех, кто заказывает часто на Фаберлик, кто пользуется продукцией. Вот давайте три, ну, можно два, ладно. Три, может быть, вам напряжено слишком будет, да. Вот давайте два любых продукта, от которых вы просто вот без ума. Это может быть что-то из косметики, из бытовой химии, может быть, из вкусности что-то. Вот напишите. Очень, кстати, интересно. Очень интересно. Вот я вот сейчас сама задумалась, чтобы я выбрала из Фаберлик. Мне все нравится. Ну, вот все нравится. Я даже не знаю, чтобы я выбрала. Правда? Вам дала такое задание, а сама задумываюсь, чтобы я выбрала. Ну, краска это точно. Вот, девчонки, краска это точно. Ну, и все-таки, наверное, нижнее белье. Ну, и остальным я довольна тоже. Он и говорил, а. Ладно, вы меня поняли. Сейчас немного по магазинам проехали. В общем, съездили в метро из-за шебы, потому что там сейчас хорошая цена. 27,90. Везде шеба дорогая. 34, 37, 39 и так далее. То есть в метро. Вот, самая дешевенькая. Я взяла вот одного вида. Здесь 20 с лишним штук, 23, что ли, курица в желе. И курица и кролик. Так, это в перекрестке я взяла вот такие. Это не ватрушка, это сырные лепешки к чаю. Не очень сладкие. Вроде ничего, нягенькие. Так, в перекрестке взяла сушку для кошек. Вот такую. 119, по-моему, да. Так, я беру именно Мираторг. А в Маргмите 124. То есть в перекрестке тоже подешевле. Ну, приходится, ребят, приходится искать, конечно, где акция, где подешевле. Потому что кошек много. Попробуй их прокорми. На них денег, наверное, больше, чем на нас уходит. Так, это тоже в перекрестке. Булочка. Багет с чесноком. Очень я люблю. Подорожал, подорожал. Раньше был 50 с чем-то. Сейчас 66 рублей. Вот такая вот маленькая. Так. Батон внутренний. Вот такой. Я стараюсь нашего хлебкомбината не брать хлеб. Это в исключительных случаях. Что-то он мне разомравился. Я стараюсь брать или Коломенский, или из других городов под Москвой вообще. Так, курочку взяла. Курочку. Это я взяла в метро. Цыпленок бройлера. Сделаю в рукаве. Запеку. Так, дальше что здесь у меня? Так, вредная еда пошла. Булочки. Это тоже в метро. Они там по 33 или 34 рубля. Еще в метро купила кофе. Кофе в зернах. В этот раз у Хоберлик закончился кофе в зернах. Я не знаю, надолго ли или навсегда. Вот, то есть у них нет кофе сейчас. А как же я без кофе? Ну, взяла вот такой. Вроде бы я его когда-то брала. Вот, обжарка для эспрессо. И крепость хорошая. То есть килограмм. Нерро. Так. Яйца. Ну, мне одного лоточка хватит. Я покупаю в Дикси вот такие сосиски детям с кроликом. Вот они мне очень, кстати, нравятся. Вроде бы детские, да? Но они вкусные. И в составе, в составе, значит, нет мяса механической обвалки, что очень важно. Здесь филе куриной грудки, молоко коровье, свинина, мясо кролика даже есть. Вот. И нет никакой шкуры свиной. В общем, вот что очень важно. Вот я их беру. Так, сметанка. Так, из вредностей. Вот такие сырки. Я их тоже очень люблю. И беру прям иногда по 10 штук. Это раз 8 взяла. Так. И для майонеза. Я майонез сама делаю. В общем, взяла мелодору. Оно хорошо взбивается. Так. Взяла, значит, пасту. Пасту натуральное отбеливание. Лесной бальзам с алоэ. Сейчас посмотрю, насколько она натуральная. Ага. Вот с зелёным ярлычком. Ага. Всё. Всё, как я люблю. Вот такой чай я беру. Тес. Без всяких добавок. Я, честно говоря, недолюбливаю чай с бергамотом. Взяла ананасы кольцами в сиропе. И это я с мороженым буду делать. Я ещё мороженое купила. Где-то оно у меня тут лежит. Подальше. Молоко. Вот такое. Это я не помню. В перекрёстке я, по-моему, взяла. Три-два. Ультропастеризованное. Мороженое. Мороженое. Ермолинское я покупаю. Очень вкусное. Вот это шоколадный пломбир. Здесь шесть шариков. И вес, по-моему, полкило. Вот этой всей банки. 294 рубля она стоит. И, значит, я беру, допустим, шарик мороженого. Сверху поливаю сладким сиропчиком. И можно кусочки ананаса тоже положить сверху на мороженое. И получается очень вкусно. Так, дальше у меня ермолинские продукты пошли. Зашли мы туда. Значит, на пробу купила ребрышки. Вот такие. Там один кусок совсем был толщий. Но прям вот мяса прям мало-мало. Я взяла который потолще. Вот из таких ребрышек хорошо, кстати, гороховый суп варить. Ммм, суп получается прям обалденный такой. С вкусным привкусом. Так, и еще, значит, ермолина взяла хинкали ермолинские. Спросила, в чем отличие сочинских. Она мне сказала, что, только я не знаю, одни, в общем, с базиликом, а другие с укропом. А вот какие с базиликом или с укропом, я что-то не уточнила. Ну, в общем, вот эта вся разница. Немножко взяла мармелад с апельсином. Очень вкусные. Мягкие всегда, тоже ермолинские. Так, и одни нам нахвалили пельмени ермолинские по-сибирски. Вот, значит, я всегда ермолинские тоже брала, нефирменные. Ну, в этот раз полкилот взяла по-сибирски. Продавец ничего толку объяснить не смогла. Сказала, просто вкусные. Ну, деньги я много потратила. Вроде бы, как будто ничего и не взяла, да? Ну, так бывает. Мне нужно срочно посадить черенки колесов. Вот таких банок у меня несколько штук. Когда я выкапывала колесы, я сразу нарезала черенки. И вот здесь уже образовались корни. Вот, и мне надо посадить. Часть черенков я посадила. Но просто я не могу ими заниматься долго. То есть в один день сразу посадить всё. Поэтому я ищу в своём расписании дня какие-то паузы, чтобы, в общем-то, заняться этим делом. Вот, значит, приготовила, вот намыла сейчас стаканчики всякие. Съездили в садовый центр. Сегодня купили сад чудес. Вот такой грунт универсальный, садовая земля. Нормальный грунт, 50 литров здесь. Земля, честно говоря, очень лёгкая. И мне кажется, она не очень питательная. Хотя на упаковке написано до трёх месяцев питания, энергии роста. Вот эта вот очень хорошая, кстати, добавка. Она не дешёвая, а циафлора называется. Она на основе циолита сделана. И, в общем-то, вот эти крупиночки – это природный материал. Он удерживает хорошо влагу. Он не даёт распространяться в почве всяким бактериям гнилостным и так далее. И является ещё стимулятором роста. И в нём есть макро-микроэлементы, кремнии. Ну, в общем, хорошая очень штука. У меня ещё есть несколько пакетов. И я его очень частенько добавляю в почву, когда она немножко у меня вызывает сомнения в качестве. Я не могу усидеть, знаете, без дела, чтобы сейчас вот осенью что-то не сажать, что-то не пересаживать. Вроде бы, кажется, наступил для дачников более-менее такой период, да, спокойный. Вот. Но всё равно я не могу. У меня руки чешутся. Мне надо заниматься с растениями. Всё равно надо. Вот рассажу все черенки. Вот. Потом займусь, наверное, черенкованием фуксий. Они у меня на балконе сейчас цветут. Но я хочу их всё равно развести ещё. То есть те сорта, которые у меня... Которые у меня есть. Я нарезала разные черенки. И короткие, и длинные. Ну, вот смотрите, какая корневая система. Вот. По возможности я сразу удаляю верхушку. Так. И сажаю. Очень удобно ложкой работать старенькой. Так как ещё корни маленькие, я в один стаканчик всё-таки посажу два. Два росточка. Постараюсь выбрать одного сорта, но это не обязательно. Совсем не обязательно. Тоже видите, какие корешочки хорошие. Но я сейчас, знаете, как сделаю? Смотрите, так как я оторвала всё-таки длинный черенок, я его сделаю вот так. Обрежу. Вот этот опять поставлю укореняться в воду. А вот этот посажу. Ну, в общем, вот одну партию я пересадила. Сейчас поставлю на подоконник. Да, ребятки, напишите, вы сейчас с комнатными растениями что-то делаете. Может, тоже, как я, такие сумасшедшие. Есть цветоводы, которые не успокаиваются даже осенью, что-то черенкуют, что-то ещё. В общем, напишите, пожалуйста, как вы с ума сходите. Вот, каждый сходит по-разному. Ну, в общем, следующая у меня фуксия. Да, я уже, по-моему, говорила. Фуксия на очереди. Буду черенковать и укоренять. Вот, такие дела. Надо себя всё равно чем-то занимать. Я вот вожусь цветами, да, вроде как и полезное дело, и нервы хорошо успокаивает. И, в общем-то, строю планы, как у меня эти колесы будут на клумбах красиво смотреться весной. Планы надо строить, ребят, несмотря ни на что. Да. Время половины восьмого. Кошаки ужинают. А Фил где-то спит. На втором этаже не пришёл ещё. Они чавкают. Садись, пописай. Молодец, молодец. Вот, молодец мальчик. Поел. Пописал. Пописал. Всё? Умница. Нинечка. Молодец. Что ещё сказать? Занимаюсь приготовлением обеда. Что-то мы так всё подъели, в холодильнике ничего нет. В общем, варю гороховый суп. Да горох какой-то попался. Я его замачивала, замачивала часа два, наверное, в воде. А он вот уже варится час. И всё ещё какой-то не очень мягкий. Вот, картошку ещё даже не забросила. Ну, пусть ещё поварится. Так, и делаю перцы фаршированные. Это свои перцы. Вот, я своих закормила, наверное, перцами. Говорю, терпите. Пока свои есть перцы, надо есть. Вот. Сейчас я их тушу. И остался фарш у меня совсем чуть-чуть. Я сделала фрикадельки. И сейчас вот на доске положу в морозилку. Подморожу. И потом уже сыплю в пакет. И добавлю потом в какой-нибудь супчик. И ещё, значит, когда я режу перец, я верхушки потом разрезаю вот так. И в пакет складываю. Это я заморожу. Так, ну вот. И ещё, ещё. Я сделаю спагетти. Да. Ну вот, на завтра у меня будет вот такой обед. В холодильник поставила плошку с семенами. Здесь марин корень. И посмотрите, когда я его сеяла. 18 января. 10 штук здесь. То есть в этом году, в январе, я его сеяла. И он до сих пор не всходит. А семена там хорошие. Я уже раскопала, посмотрела. Семена крепкие, хорошие. В общем, я думаю, что недостаточно я стратифицировала эти семена. Они спят, никак не хотят просыпаться. Потому что плошка стояла на балконе. Видимо, температура недостаточно низкой. Вот. Я убрала сюда. Увлажняю землю. Вот. И поставила на стратификацию. Ну, посмотрю, вообще-то месяца, наверное, два. А может быть, вообще всю зиму простоит. Да. Вот так очень сложно порой бывает разбудить семена некоторых растений. Ну, пока у меня суп еще варится, я решила сделать вот такие штучки к чаю из творога. Делается очень легко, быстро. Они долго остаются мягкие. Хотя сейчас вечер. Вот. То есть я пеку на ночь, получается, время 8 часов. Но они завтра будут мягкие все равно. Ромбики. Я их называю ромбики, но на самом деле я режу на разные, не обязательно на ромбики. Ромбики. Эх, какие подушечки. Подушечки. Ну, вот из двух пачек творога столько получилось у меня ромбиков. Сейчас попью с молочком, пока они горяченькие. Вот такие вкусненькие. А у нас на часах уже 20 минут 9-го. И я вам всем говорю, друзья. Всем пока-пока. Бай-бай. Бай-бай. Продолжение следует...